Михаил Лермонтов – одна из самых загадочных фигур российской литературы. Поэт не оставил для любопытных потомков дневников и мемуаров. Загадку гения критики разгадывают по его лирике. Она словно исповедь из раненной души. Лермонтов рано остался без матери, а в юношеские годы не раз страдал от неразделенной любви. Такое ощущение, что он к смерти стремился и к смерти не боялся. Поэтому и дуэль была не одна. И вот слишком он был так все-таки устремленный к тому миру. То есть постоянно некое отрицание этого мира и желание уйти, покинуть его, например, в стихотворении «Ангелу». Трагически у поэта складывались и отношения с властью. Классиком был крайне недоволен царь Николай I. Самая первая ссылка была связана с тем, что Лермонтов ответил, то есть прореагировал на гибель Пушкина. С стихотворением самым известным погиб поэт-невольник чести. В таком смысле, что государь должен отмстить за гибель Пушкина. Литература веда уверена, если бы не ранняя смерть, в 26 лет Лермонтов мог быть гениальнее любого другого русского писателя, даже Пушкина. А в том, что нет пророка в своем отечестве, скрыта трагедия российского государства. По мнению мистиков, даты рождения и год смерти поэту еще не раз отразились в истории России. Так, через сто лет после появления на свет Лермонтова началась Первая мировая война. А через век после его гибели – Великая Отечественная. В музее усадьбы Колокольниковых есть несколько предметов, которые помогают воссоздать Лермонтовскую эпоху. Дорожный сундук – с подобным путешествовал и сам поэт. Стихи писал чернилами и гусиным пером. А на его столе в имении стоял точно такой же предмет. Зеленый абажур, свечи и, конечно же, цветной металл – это приоритеты того далекого времени. С тех пор остались вот эти мужские и женские пояса. Такие носили на Кавказе, которые так любил поэт. Ведь в горы он ездил не только в ссылку, но и по своей воле. Недаром поэт писал. «Быть может, за стеной Кавказа сокройся от твоих пашей, От их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Наталья Жукова, Алексей Красных. Тюменское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова